Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня вторник, 16 ноября 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Сегодня я хотела бы привлечь ваше внимание к процессу консолидации Республиканской партии США вокруг фигуры 45-го президента Тондельда Трампа, поскольку события минувших выходных четко указывают на неотвратимость этого процесса. Я полагаю, многие из вас уже в курсе того, что в субботу в штате Вайоминг Центральный комитет Республиканской партии проголосовал за то, чтобы не признавать Лиз Чейни членом партии. Голосование состоялось с результатом 31 против 29 и таким образом в демократической процедуре Лиз Чейни оказывается де-факто беспартийной, то есть она, естественно, продолжает быть представителем штата, она продолжает быть членом Палаты представителей в Конгрессе, но она де-факто уже является беспартийной, это колоссальный удар по демократической партии, которые использовали Лиз Чейни как своего агента влияния. Она была не Рино, Рино это формальные республиканцы, это люди, которые состоят в партии по иным причинам, чем их убеждения, то есть это крайне негативный термин, Рино, аббревиатура, которая означает республиканец только по названию. Нет, она не была просто по названию, она была действительно полноценным агентом влияния демократов и вела большую разрушительную работу. И в частности она была открытым врагом президента Трампа, она голосовала против него в импичменте, она постоянно выступала на CNN против всех заявлений, которые он делал, то есть она последовательно отрицала то, что выборы прошли не в демократической манере, я скажу так, чтобы не волновать алгоритмы и вписаться в требования этой платформы. Вы знаете, правила здесь очень жесткие. Итак, Лиз Чейни все время осуждала президента Трампа, она также вошла в комиссию, то есть Нэнси Пелоси выбрала ее вице-президентом комитета, который должен расследовать события 6 января. То есть у демократов в душе теплилась надежда, что несмотря на все попытки импичмента их затея провалилась, они предполагали, что возможно, если они учреждят такую комиссию, она будет работать, они смогут нечто собрать, вы знаете, как комиссия Мюллера, они могут собрать некий компромат на президента Трампа, используя события 6 января для того, чтобы не допустить его до выбора в 2024 году. Таков был оригинальный план, и, конечно же, никто иной, как Лиз Чейни, не была идеальным кандидатом на такую должность в глазах Нэнси Пелоси, потому что она последовательно воевала против президента Трампа, она отстаивала именно в этой области интересы демократической партии, то есть магистрально она поддерживала демократов в том, чтобы не допускать президента Трампа до выборов. Но тут надо понимать, что, безусловно, та группировка неоконсерваторов, которых представляла в Конгрессе дочь Дика Чейни, вы знаете, это Ястреб, это человек, который стоял за американским вторжением в Ирак, совершенно понятно, что, представляя интересы американского военно-промышленного комплекса, она не могла быть другом президента Трампа, потому что он является президентом мира. Как вы знаете, президент Трамп был инициатором того, чтобы отозвать американские войска, вывезти американские войска из трясины за рубежом, именно так он это называл, в частности, он называл и Афганистан трясиной. Это не значит, что он был доволен тем, как это произошло, потому что он сказал, что он бы делал это совсем иначе, но это другой разговор, президент Трамп это президент мира, поэтому группировка Ястребов, которая наследовала Лиз Чейни благодаря своему отцу, вы знаете, что во многих случаях в США политика является династической, то есть как в Древнем Риме дети наследуют отцам или даже их дедам, то есть это такой, я бы сказала, в некоторых аспектах архаичный процесс, но как бы то ни было, Лиз Чейни действительно унаследовала кресло своего отца, то есть она пришла в политику именно благодаря имени своего отца, никак не иначе, потому что она занимала во времена его вице-президентства незначительные должности в государственном аппарате, она была на четвертых, пятых, шестых местах, и, конечно, если бы не имя Чейни, она бы никогда не была избрана в Конгресс, но в настоящий момент мы видим, что эпоха Буши прошла, эпоха неоконсерваторов и ястребов войны ушла, и республиканская партия не желает иметь с этими людьми ничего общего, иначе нельзя объяснить то, что происходит, и те реакции, которые получает это изгнание Лиз Чейни, потому что до того, как предпринять такое действие, такую процедуру, был целый опрос общественного мнения, на самом деле было 4 опроса в течение летних месяцев среди республиканцев, и выяснилось, что, как написал президент Трамп, но не только он, потому что эти опросы широко цитировались, у Лиз Чейни поддержка 19%, конечно, это совершенно не та поддержка, с которой у нее может быть политическое будущее. В этой партии я хочу подчеркнуть, что именно в этой партии, потому что Тед Круз уже выступил по телевидению, и он сказал, что изгнание Лиз Чейни из рядов республиканской партии отнюдь не означает ее политического праха вообще в политике, потому что она может участвовать в демократических праймерис, то есть она может избираться от демократической партии. Правда, нет такого запрета. Она может сейчас воссоединиться с Нэнси Пелоси и влиться в ряды демократов, почему бы и нет. Но, кстати, меня об этом спрашивали уже, и я сразу скажу, что я не верю, что это случится, потому что она принадлежит именно определенному клану, и я думаю, что это закат ее карьеры, потому что в таком возрасте она уже не может перейти в другую партию или заново начать карьеру из другого штата, то есть это просто нереально. Я думаю, что действительно для нее это реквием ее карьеры, и военно-промышленный комплекс должен искать других представителей в Конгрессе для того, чтобы лоббировать свои интересы, но не только потому, что, конечно, это указывает на общее настроение в американском обществе, поскольку люди устали от этой агрессивной риторики, они не хотят никаких военных авантюр, они не хотят ничего, что ассоциируется с Диком Чейни и Бушем, и Бушем-младшим, и Бушем-старшим, потому что помните, что все начиналось еще при Буше АЦ, но надо сказать, что сейчас немало голосов в социальных сетях, которые требуют расследования событий американского вторжения в Ирак, люди пишут, что прошло время, и не все могут быть наказаны, естественно, Колина Паула уже нет в живых, но, тем не менее, это не значит, что нельзя провести расследование, и нельзя отдать соответствующие политические оценки этим событиям, с тем, чтобы такие ситуации больше никогда не повторялись, поскольку действительно в соцсетях очень многие пишут о том, что отец Лиз Чейни обманул американский народ, что это вторжение было совершено под надуманным и придуманным предлогом, то есть это была фальсификация, это был обман, и прежде чем обвинять в других фальсификациях, надо обратиться к своей семье, к тому, что делал ее отец, и звучать даже намного более резкие заявления о том, что это Лиз Чейни должен быть, должен предстать перед Гавским судом, перед трибуналом, потому что американское вторжение в Ирак под фальшивым предлогом обладания оружием массового уничтожения Саддамом и Хусейном оказалось большой ложью, вот это и действительно оказалось большой ложью, и поэтому все, кто обманул американский народ, должны предстать перед судом. Так утверждают многие республиканцы, и не только республиканцы, поэтому на эти выходные с изгнанием Лиз Чейни закрылась страница в истории, в истории США, потому что я глубоко убеждена, конечно, что она больше никогда не вернется в большую политику, и не только из-за того, что она уже не молодой человек, но также из-за того, что эпоха неоконсерваторов американской политики завершена, и то, как объединяется партия вокруг президента Трампа, свидетельствует о том, что он является действительно отразителем настроения американского народа, американцы не хотят никаких военных авантюр, и во многом их устраивает фигура президента Трампа именно из-за того, что он президент мира. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что президент Обама, который разгромил Ливию и дестабилизировал Африку, и из-за разгрома Ливии терроризм в Северной Африке вырос на 400%, он получил Нобелевскую премию мира, в то время как президент Трамп, который и начал вывод американских войск из трясины, именно так он называл эти американские компании за рубежом, военные компании, которые ничего не принесли, кроме проблем, мы видим то же самое сейчас и на примере Ливии, но тем не менее президент Трамп не получил Нобелевской премии за свои мирные инициативы. У него было несколько значимых мирных инициатив, я не буду сейчас все смешивать, мое время подходит к концу, я жду ваши комментарии, мне тоже очень интересно знать, что вы думаете об изгнании Лиз Дженни, то есть не признании ее членом республиканской партии в штате Вайоминка, ну это республиканская партия США, в США одна республиканская партия, и какое это будет иметь влияние на дальнейший процесс консолидации республиканцев вокруг президента Трампа, пожалуйста, пишите, для тех, кто ставит лайки, пожалуйста, дублируйте лайки простыми предложениями, спасибо, мне было интересно, ставлю лайк, тогда они не будут исчезать, и также благодарю всех, кто принимает участие в обсуждении, кто находит время для обстоятельных комментариев, и те, кто делает донейшн моему каналу, спасибо большое, это значит, что вы все верите в его будущее. Субтитры делал DimaTorzok